46 фельдшерско-акушерских пунктов района приняли участие в первом этапе конкурса, где проверялись профессиональные навыки докторов. Оценивалось введение и оформление документации. Победители, вышедшие в финал, должны были показать свои творческие способности. Поздравил финалистов главный врач Кумертаусской городской больницы Олег Астахов. Вот если так говорить о конкурсах, я как руководитель, значит, должен сказать, что победители получат финансы от нас подкрепления. Это мы скажем чуть позже. Не буду вас сейчас на это даже отвлекать. Всем хорошей бескомпромиссной борьбы. Нашим болельщицам ярко тоже поддержать свою участницу, за которую вы болеете. И хорошо сегодня провести время. Всех поздравляю с этим конкурсом. Для финального выступления конкурсанты подготовили самые разнообразные творческие номера, проявив разносторонние возможности и фантазию. Люблю я профилактику, и поэтому мой девиз – лучше плакать в кабинете у психолога, чем смеяться в кабинете у психиатра. Дали задание, факт будущего. Придумайте что-нибудь. Ведь доказано, мозг – это жидкость, голова – вообще кость. Как этим можно что-то придумать? Тем более, что я 10 лет в папе будущего работаю. Там чего только нет. ЭКГ нет, глюкометра нет, дефибриллятора нет, костылей нет. Все остальное зато есть. Мероприятия посетили фельдшеры, сел и деревень района. Некоторые, чтобы поддержать своих коллег, другие – просто посмотреть творческие выступления. Уйду на рассвете, пройдусь по селенью. Я вечер на папе, встречу на селенье. Сверла до километры, жару и веселье. Профессия фельдшер не из легких, поэтому главной целью конкурса было поддержать ее престиж и настроить докторов на плодотворную деятельность. А они в ответ сумели раскрыться и удивить зрителей, пришедших на мероприятие своим талантом и остроумием. Вот такой стол поцарапан. Боже мой, где мое кольцо? Опять муж скажет, что я по мужикам шлялась. Вот оно. Ай, и пинцет нашла. А вы помните, все это как было? Сценки и творческие номера, подготовленные участниками, были не только юмористического характера. Конкурсанты, выступая, старались подчеркнуть, что самое важное в их профессии – внимательность и сочувствие. По словам организаторов, в будущем подобные соревнования планируются сделать традиционными.